У нас в Роке служили близнецы, Иван и Василий. Я говорю Ивану, хочешь вот поехать? Он говорит, а как? Я говорю, кросс будет, прибежишь первым и поедешь. Он говорит, я ногу натер. Я говорю, да хоть мозги. Ты же не побежишь, ты прячешься в кустах, уфинишь, а стартовать будет твой брат. Ну Иван спрятался, а потом выскочил из кустов и прибежал первый. Командир вот посмотрел на него, говорит, это мировой рекорд. Полковник говорит, да если бы нам платили больше, мы бы и космически поставили. А генерал пожал Ивану руку и сказал, награждайтесь отпуском на родину. Сел в машину, приехал к штабу, а ему навстречу Василий идет. Генерал говорит, что вы здесь делаете? Василий говорит, я ничего не делал, я в кроссе участвовал. Генерал говорит, я знаю, а здесь-то как оказались? Василий говорит, пришел. Генерал говорит, этого не может быть отсюда до финиша 5 километров. Ну-ка, давай, говорит, беги обратно. А сам сел в машину и говорит, водителю, гони. Подъезжает к финишу, а там Иван на скамейке отдыхает. Генерал говорит, как, ты здесь уже? Ваня встал по стойке к смирной, говорит, здесь, товарищ генерал? Генерал говорит, прибежал у Василий, говорит, уже давно. Генерал спрашивает водителя, я ну сумасшедший, что, похож? Шофер говорит, нет, но если прикажете, могу сказать, что вы контуженный. Ну, генерал спрашивает, Иван, а сейчас ты куда? Иван говорит, в казарму. Генерал сел в машину, говорит, водителю, гони. Подъезжает к казарме, а к ней как раз Василий подходит, не торопясь. Походка называется Генбельская. Чем медленнее ходишь, тем быстрее служба идет. А генерал наоборот, весь красный, будто он кросс бежал. Говорит, как тебе удается так передвигаться? Вася говорит, а куда спешить, если дообедаешь полчаса? Генерал говорит, а если пять минут Вас, говорит, ну тогда бы я, конечно, спешил. У генерала голова загружилась. Зашел он в сам часть, дайте, говорит, что-нибудь от головокружения. И у Вас спрашивают, в какую сторону голова окружается? Он говорит, в правую. Он говорит, тогда спирт. Он говорит, а если в левую? И он говорит, тогда тоже спирт. Он говорит, почему? Он говорит, потому что у нас больше ничего нет. Ну, генерал помедлил. Выходит из сам части, а братья у казармы стоят. Генерал думает, все, в глазах двоится. Смотрит на свои ноги, точно две. Говорит водителю, гони домой, мне отдохнуть надо. Отдохнул, а утром позвонил полковнику, говорит, я обещал рядового Еремина в отпуск отправить. Полковник говорит, которого? У меня их два, его близнецы. Ну, и генерал подумал, говорит, отправить обоих. Но не в отпуск, а на голова.